Привет! Продолжаю тему роликов по Star Wars Battlefront 2 и на это меня сподвигла одна очень интересная новость. Да, мы все знали, что Electronic Arts обещали этой весной рассказать нам о том, как они поступят с донатом в этой игре. В общем, они должны были прийти к какому-то соглашению между издателем, разработчиками и игроками, так сделать, чтобы всем было приятно и хорошо. И вот они все-таки договорились. Совсем скоро, а именно 21 марта, в игре будет новая система микроплатежей. И как мне кажется, это именно тот донат, которого мы заслуживаем. А почему именно так, я сейчас расскажу в ближайшие несколько минут. 21 марта для игры выйдет большое обновление, которое будет включать в себя в том числе и изменения и переделанную систему микроплатежей лутбоксов. После обновления игровой процесс станет линейным и это факт. То есть все, что нужно, вы можете открыть просто фарме в игру, без каких-либо капиталовложений. Все звездные карты, любые другие предметы, оружие, моды, все будет доступно с прогрессом. Так же, как это было доступно, например, в Battlefield 3, в Battlefield 4, в том же даже Battlefield 1. То есть по стечению времени, когда вы набираете какой-то опыт, то есть получаете какое-то звание, вам будет открываться тот или иной предмет. Более того, за каждое звание вы будете получать очко навыка на манер некой RPG. За который вы сможете разблокировать любую дополнительную способность, разблокировать любую абсолютную карту, либо повысить ее уровень, вплоть до легендарных фиолетовых. Теперь вместо совершения покупок вы будете зарабатывать очки опыта и класса героев и кораблей, что немаловажно. Потому что теперь ветки опыта и развития разделены на персонажей и на отдельно воздушные битвы, где будет совершенно другая классовая система и ветки развития. Также будет другая классовая система и ветки развития для режима героей против злодеев. То есть в принципе в игре будет присутствовать три мини-игры. То есть это обычный сетевой шутер пиу-пиу, это сетевые разборки 4х4, где герои против злодеев и всевозможные воздушные баталии. В каждой этой ветке вам придется прокачиваться сначала. Но стоит понимать, что тот прогресс, который вы достигли уже на сегодняшний день, он останется. Дальнейший прогресс будет идти по новой системе. Что же касаясь сундуков, они в игре останутся, но купить их нельзя будет за реальные деньги, только за внутриигровые очки. Они не будут нести абсолютно никаких геймплейных элементов, только лишь детали, то есть дополнительные очки для того, чтобы покупать какие-то внутриигровые элементы и косметику. Больше ничего. Теперь звездные карты, оружие или элементы оружия выпадать в лутбоксах не будут. Также вы можете получать по-прежнему один лутбокс бесплатно, заходя в игру ежедневно. Ну а когда наступит апрель, уже видимо будет еще одно обновление, добавят новую валюту в виде кристаллов, которая и будет эквивалентом реальным деньгам. За эту валюту вы можете разблокировать абсолютно любую деталь в игре без какого-либо рандома. Пока не известно ничего о стоимости, но это именно то, о чем я говорил. Лучше я раз потрачу 100 рублей и куплю конкретное оружие, которое мне необходимо, чем я буду тратить каждый раз по 10 рублей и покупать какой-нибудь сундук, где возможно мне что-то да выпадет, а возможно выпадет какая-нибудь шелуха. Как мне кажется, это оптимальный вариант доната. Хочешь покупай, хочешь не покупай, но пока не ясно, насколько будет соблюдаться баланс. Возможно для того, чтобы открыть одну пушку за внутриигровой опыт или очки, вам понадобится фармить 200 часов или же потратить 400 рублей. Этого пока я не знаю и информации об этом нет, узнаем мы об этом только лишь 1 апреля. Подводя итог всей этой новости, хочется выделить несколько моментов. Это именно тот донат, как мне кажется, которого мы и заслужили. Этот донат лишен какого-либо рандома. Хочешь донать, не хочешь не донать и играй как можешь, как умеешь, в общем не важно. 21 ата нас ждет глобальное обновление, первая его стадия, ну а в начале апреля мы получим полностью измененную игру в плане микроплатежей. Хорошо ли это плохо, на сегодняшний день сказать невозможно, все будет зависеть от баланса донатной валюты и внутриигровой. Ну а пока меня радует, что Electronic Arts все-таки одумались и убрали всевозможные эти кейсы, сундуки, которые могли вам выдать геймплейные элементы. Это, как мне кажется, неправильно. А всякие победные стойки, позы, скинчики, мне это не интересно, потому что в Star Wars Battlefront 2 они скучные. Но если такое будет в следующем Battlefield и все вот эти красивейшие скины, которые сейчас есть в Battlefield 1, можно будет покупать за реальные деньги и не париться и не ждать, пока тебе что-то выпадет, это будет круто. Главное, чтобы это стоило приемлемо в районе бакса двух, не больше. Это будет именно то, что сможет развить игру и именно будет тем, что позволит игре не скатываться на дно морское, как это было изначально на релизе Star Wars Battlefront 2. Ну а на этом у меня все, спасибо, что смотрели, сейчас вы послушаете конечную заставку, хорошего вам дня и обязательно пишите в комментариях, уберет ли такая система у вас осадок, который остался после релиза этой игры. Изменится ли ваше отношение к ней и к другим продуктам Electronic Arts? Обязательно прочитаю ваши комментарии и вступлю в дискуссии, если там будет что-то интересное. Спасибо за просмотр, с тебя посмотревшего ролик обязательно лайк и подписка, а также поделись видео с другом, приходи на стримы и вступай в группу ВКонтакте. И хорошего тебе дня.